Друзья, всем привет, с возвращением или добро пожаловать на канал DDPlayers813, с вами сегодня на связи Данил, и я думаю те, кто постоянно смотрит наш канал, нашли плейлист Ace Combat 7. Сейчас я учу свою жену Дашу играть в эту игру, чтобы она получила максимальное удовольствие. Почему? Потому что это как раз та серия игр, которая достойна пристального внимания, особенно у нас в России. И меня очень удивляет тот факт, что в том же ютубе, в русскоязычном сегменте, практически нельзя найти более подробные информации о вселенной странной реальности, в которой происходит действие серии игр Ace Combat. А ведь это и странно, потому что эта игра, я опять же напомню, достойна максимального и пристального внимания. Потому что здесь есть очень интересный сюжет, увлекательные ситуации. Саундтрек, это просто что-то с чем-то, а самое главное, детально проработанная вселенная. И пожалуй сегодня мы и начнем наш рассказ о вселенной странной реальности, Strange Real, иными словами, о вселенной серии игр Ace Combat. Сразу предупреждаю, что мы здесь затронем основные номерные части, но не будем охватывать вниманием Ace Combat 3, так как действие происходит совсем уже в далеком будущем, и не будем затрагивать события Ace Combat X Skies of Deception. Просто из уважения к каналу Spitfire, который сделал уже подробный рассказ в трех частях о сюжете этой игры. Кстати, обязательно посмотрите, очень классно, ссылку мы оставим в описании. Ну а если вы хотите узнать подробно историю вселенной Ace Combat, историю вселенной Strange Real, то прошу вас зайдите в сообщество во Вконтакте по игре Ace Combat. Вы найдете там соответствующую страничку для обсуждения, уверяю вас, это увлекательное чтение. По хронологии мы имеем следующий порядок. Ace Combat 0, Ace Combat 2, 4, 5, 6 и 7. Итак, вселенная странной реальности Strange Real представляет собой детально переработанную версию нашей Земли. Здесь также в наличии ледники на Северном полюсе и Антарктика на Южном полюсе. Континенты, разумеется, вымышлены, но в них можно увидеть аналогию с реально существующими странами и политическими блоками. Так, например, Осейская Федерация на континенте Асея олицетворяет собой США и их союзников. Кроме Асеи в играх фигурирует Белканское Княжество, Республики Устьео и Саппин. В южной части Осейского континента у нас присутствуют государства Аурелия и Леосат. Присутствует во вселенной и подобие Советского Союза. Это союз юктабанских республик на континенте Юктабания. Континент Усея представлен в игре Королевством Эрузия и Федерации Центральной Усеи. А континент Анеа – республиками Эмерии и Эстовакии. Помимо военных конфликтов, угроза миру приходит и из космоса. И это вовсе никакие не пришедцы, а огромный астероид с обозначением Улиц 1994, который был обнаружен, соответственно, в 1994 году. Запомните этот момент, мы к нему вернемся и не раз в последующих выпусках. А пока пойдем по хронологии событий. И начнем мы с марта 1995 года. В этот период разворачивается событие игры Ace Combat Zero – The Balcon War. Княжество Белка. Ну да, на русском языке это название звучит забавно, но тем не менее. Из-за неправильно принятых социальных и экономических реформ, Белка испытывает крупнейший в своей истории экономический кризис, что приводит к отделению трех республик. В это время набирает мощь сверхдержава – Осейская Федерация. А на территории бывших белканских республик обнаруживают залежи полезных ископаемых. В Белке происходит переворот в правительстве и к власти приходят радикалы, провозгласившие отделение республик антиконституционным решением. Войска Белки начинают вторжение в свои бывшие республики. Так начинается Белканская война. Республика Устьево почти захвачена силами белканского княжества. Остается лишь высококорная база в Вале, ставшая последним оплотом сопротивления Устьево. В связи с нехваткой личного состава, Устьево обращается за помощью к иностранным наемникам-добровольцам. Из них формируется 66-е авиационное подразделение 6-й дивизии ВВС Устьево, получившее обозначение Гальм. Главный герой игры, пилот с познанным Сайфер, как раз возглавляет эту эскадрилью. Игра представляет собой этакую хронику Белканской войны по следам Сайфера, которую составляет для своего документального фильма журналист Брэд Томпсон. История Сайфера начинается с авиабазы Вале. Он и его ведомый Ларри Фолк с познанным Пикси поднимаются на перехват белканских бомбардировщиков, летящих на последнюю базу сил Устьево. База Вале была успешно защищена. Затем эскадрилья Гальм выполнила ряд других успешных операций и взяла контроль над воздушным пространством B7R, прозванным в рядах летчиков Круглый Столб. Республика Устьево получает возможность перейти в контратаку. Помимо этого, на помощь Устьево приходят Асея и Юктабания. После очередного ряда успешных операций эскадрилья Гальм участвует в освобождении города Директус, столицы Устьево. И с этого момента союзные силы начинают атаку на территории Белки. Одним из самых запоминающихся моментов этой истории становится уничтожение лазерного супероружия Белки, носившее название Экскалибур. И в ходе следующего воздушного сражения, над зоной B7R, эскадрилья Гальм приносит победу силам союзников, а Сайфер в рядах вражеских асов получает прозвище Demon Lord of the Round Table. Владыка Демон Круглого Стола, если переводить дословно. Но далеко не все идет гладко. В эскадрилье Гальм ощущается разлад. Пикси начинает сомневаться в правильности действий их подразделений. Наиболее явно это ощущается во время бомбардировки осейскими силами города Хофунга, где под удар попали мирные жители Белки. Окончательный разлад произошел 6 июня 1995 года. Союзные войска ведут бой с белканцами в районе города Судентар. Силы 6 дивизии ВВС Устьеу вылетают на помощь союзным силам. Но вскоре задание прерывается, так как становится известно о белканских бомбардировщиках с ядерным оружием на борту, движущихся в сторону Устьеу. Несмотря на то, что бомбардировщики удается перехватить, происходят события, потрясшие мир. А именно, 7 ядерных взрывов, преградивших путь на северные белканские земли и унесшие жизни 12 тысяч мирных жителей. Потрясенные этим безумным актом самопожертвования, союзные войска прекратили наступление вглубь Белки. А Пикси дезертирует, успев напоследок заявить, что он нашел причины сражаться. После этих событий в правительстве Белки происходят кардинальные изменения и заключается перемирие. Множество белканских военных отказываются поддерживать новое правительство и выступают за продолжение войны против Устьеу. Союзные войска проводят секретную операцию по уничтожению мятежников. На замену дезертировавшего Пикси прибыл пилот Патрик Джеймс Беккетт с позвенным Пиджей. По итогам Белка капитулирует. Официально белканская война завершена, но это лишь официально, ибо представители стран-участниц конфликта, разочарованные действиями своих правителей, создали террористическую организацию Мир Без Границ. Они наносят удар по авиабазе Вале с помощью экспериментальной летающей крепости XB-0 Хросвельг. Сайфер и Пиджей уничтожают огромную махину, которая почти разнесла всю базу. А над Миром возникает новая угроза, ибо Мир Без Границ готовит к запуску первой термоядерной ракеты FAU-2 с ранее не обнаруженной базы, находящейся под водохранилищем дамбы Авалон. Эскадрилья Гальм прибывает на место операции. Сайферу удается пролететь под бетонным куполом дамбы и уничтожить ракеты. Но внезапно поступает сообщение о приближении неизвестного самолета. Ценой своей жизни Пиджей защищает Сайфера от залпа лазерного оружия неизвестного самолета. Вскоре становится ясно, что это новейший белканский истребитель ADFX-02 Morgan и пилотирует его никто иной, как Пикси. С дамбы Авалон происходит запуск ракеты, управляет пуском Пикси дистанционно со своего самолета. Сайфер вступает в поединок с Пикси, противник сбит, а ракета детонирует в воздухе. Это событие окончательно завершает белканскую войну. Как выясняется, Пикси выжил в том бою с Сайфером. Он оказывается одним из тех пилотов, которые дают интервью журналисту Бретту Томпсону. Пикси рассказывает о Сайфере, о боях вместе с ним, о всей войне и последними словами в интервью становится. Йо, боди, ты еще жив? И спасибо, друг, увидимся снова. Если честно, многие фанаты серии Ace Combat называют Ace Combat Zero лучшей частью. И, пожалуй, с этим заявлением можно согласиться. Увлекательный сюжет, интересные игровые ситуации, музыка. Такой саундтрек не оставит равнодушным никого. Плюс возможность проходить игру в трех так называемых стилях аса. Наемник, солдат, рыцарь. От выполнения задач в этих стилях зависит, с какими асами врага вам предстоит столкнуться в игре. А, соответственно, какие видеоролики в документальном фильме вы увидите. А это придает игре эффект этакой нелинейности, что безусловно здорово. А на очереди у нас рассказ об астероиде Улисс 19-94 и событиях Ace Combat 2 в Юсианском восстании. Ну что ж, на этом первый выпуск рассказа о вселенной игр Ace Combat завершен. Я очень надеюсь, вам понравилось это видео. По традиции, мы с Дашей просим поддержать наш канал лайками, подпиской. Оставляйте комментарии, делитесь видео с друзьями. Постараемся со второй серии не затягивать. И до новых встреч. С вами был канал Dead Egg Players 8.1.3. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok